В работе электрофатбайк Эльтрека Наш частый гость В прошлый раз, года три назад У него была проблема с датчиком педалирования Потом умер аккумулятор Владелец заказал новый аккумулятор Мы ему поставили Сейчас соответственно На этом аккумуляторе через полтора года По-моему разводился разъем зарядки Поменяли новый разъем зарядки Сейчас вот у него Крыло начало болтаться Посадили на красный фиксатор, на гровер Чтобы крыло вот в этом месте не болталось Потому что здесь не сквозное отверстие А здесь просто вкручивается в резьбу И дальше тормоза Тормоза очень сильно кривые роторы Сейчас поставили новые роторы Потому что вот это вот Все старое, оно волной идет Настроить не удается, потому что тормоза у нас китайские Производитель я даже не знаю Что такое Кто вот это делает Никакой маркировки тут нету Поставим новые роторы, будем тормоза настраивать На холде работает плохо Потому что масло Сейчас мы их полностью разберем, почистим Ну я имею в виду вынем колодки И почистим изнутри И вот полностью закисли винты Ржавые Сейчас вот с помощью различного инструмента Наконец-то засверлился Потратил уже полчаса Сейчас выкручиваю винтик То есть вот просто, чтобы сделать тормоза Тут куча-куча-куча операций Нужно сделать, поэтому очень долго И на самом деле не дешево это выйдет Вот такие вот у нас тормоза Внутри полно грязи Видите То есть нужно периодически Вынимать тормозные колодки И чистить вот эти вот Движущиеся поршни Чтобы там грязи было как можно меньше Сейчас я вот этим и займусь Тормозные колодки отмыты Внутри Насколько это возможно Без разборки Здесь уже не так много грязи, как было А вот так вот выглядят Тормозные колодки Все раскрошилось Все в масле Соответственно колодки тоже пойдут По замену С задним тормозом все то же самое Очень много грязи Вот так вот выглядит поршня Сейчас мы их помоем И задние колодки в хорошем состоянии Они практически не стертые Но видите, они все в масле Сейчас я их попробую обезжирить И немножечко проколить И пошкурить Покажу, что получится И вот так вот выглядят Относительно чистые колодки Но видите, вот это черное вкрапление Это все равно масло Оно впитывается внутрь колодок И оттуда его удалить полностью К сожалению, не удается Но по крайней мере уже видно металл Вот эти вот вкрапления стружки металлической Которые как раз и будут Чиркать о ротор И тормозить хорошо Относительно хорошо Лучше, чем было по крайней мере А новые колодки Они вообще полностью чистые То есть без этого металлического И точнее нефтяного вот этого черного пятна На колодках Скажем так, закончили историю с фэтбайком Здесь у нас было крепление крыла На красный фиксатор На гровер, на хороший Поменяли разъем зарядки На аккумуляторе Передачи в принципе нормально работают Но просто Спереди стоит огромная звезда Поэтому клиент катается На самой большой звезде сзади Огромный перекос цепи И цепь у него соответственно слетает То есть как вариант Это только если менять штаны на другие Дальше Очень долго мучились тормозами Мыли их, чистили Меняли колодки В общем ничего не помогает Роторы новые пытались ставить Очень плохо ходят поршни Потому что тормоза китайские Им уже больше пяти лет Работают Зажимают Колодки новые поставили Роторы поправили Но все равно местами Кое-где бывает Что роторы подчеркивают Что новые, что бэушные То есть колодки сжимаются Слишком плотно И ничего не получается Сделать с этим Ну и клиент соответственно Поедет сейчас багажник сваривать Потому что такие тонкие трубки Мы сварить не можем К сожалению А вот какой-то там аргонщик Согласился это сделать Вот так вот длинная эпопея И я думаю, что это еще не конец Скорее всего придется Потом еще вот эту большую звездочку Менять на другую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok